Спасибо, Татьяна Юрьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию следующее сообщение. Это первое сообщение в нашей сессии, посвященное лекарственному лечению опухоли желудочно-кишечного тракта по итогам нынешнего года. На мой взгляд, этот год достаточно тяжелый, но с точки зрения лекарственной терапии, мне представляется, что это исторический год в отношении опухоли желудочно-кишечного тракта, потому что нынешний год нам дал результаты различных клинических исследований по оценке эффективности иммунотерапии при опухоли желудочно-кишечного тракта. И вот в частности, это и рак пищевода, рак желудка, гепатоцеллюлярный рак, рак толстой кишки. Результаты этих исследований позволили нам в корне изменить принципы лечения метастатических злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. И поскольку в нашей сессии будут отдельные доклады, посвященные гепатоцеллюлярному раку, Мария Александровна представит и Федор Владимирович представит доклад о колоректальном раке, поэтому я остановилась сугубо на максимальном отделе желудочно-кишечного тракта и расскажу о тех новостях, которые мы на сегодняшний день получили в отношении рака пищевода, кардиозавокеального соустя и рака желудка. И остановимся, в первую очередь, на операбельном раке пищевода. Что мы знаем сегодня с вами? Мы знаем о том, что всем пациентам с плоскоклеточным раком после хирургического лечения в объеме R0, то есть оптимальное ацетередуктивное хирургическое лечение, в послеоперационном периоде проведение одевантной терапии не рекомендуется. А в отношении железистого гистотипа, в отношении аденокарцином пищевода, в послеоперационном периоде одевантное лечение проводится в двух ситуациях. Это как заключительная часть, как один из этапов непосредственно переоперационной терапии, либо непосредственно уже одевантно при локализации опухоли в кардиозавокеальном соусте. И оба этих случая рассматривают лечение по принципам лечения аденокарциномы желудка. Так вот, на ЭСМА в нынешнем году были доложены результаты исследований Checkmate 577. Достаточно большая когорта пациентов, почти 800 больных. Это больные ранней стадии рака пищевода или кардиосфигального соусте. В исследование включались пациенты как с аденокарциномой, так и с плоскоклеточным гистотипом. Причем больные плоскоклеточным раком составляли меньшую часть, их было всего 29%. Это были больные, которые были подвергнуты химиолучевой терапии и в последующем хирургическому лечению. И те пациенты, у которых не было достигнуто полного патоморфоза по результатам гистологического исследования, они были включены в данное клиническое исследование. Рандомизация осуществлялась в течение 4-16 недель после хирургии. Либо это группа неволумаба, стандартный режим дозирования, либо группа плацебо. Соотношение было 2 к 1. Лечение проводилось в течение 1 года, либо до развития признаков рецидива заболевания или неприемлемой токсичности. При медиане наблюдения 24 месяца первичной целью была оценка длительности выживаемости без прогрессирования и дополнительно оценивались показатели общей выживаемости. Исследование оказалось позитивным, и первичная цель была достигнута. Иммунотерапия позволила увеличить медиану без прогрессивной выживаемости в 2 раза. 22 месяца против 11 месяцев в группе больных, которые находились в группе плацебо. Иммунотерапия на 30% снизила риск прогрессирования и смерти пациентов. Доступны на сегодняшний день показатели 6-месячной безрецидивной выживаемости. 72% в группе неволумаба против 63% в группе плацебо. А вот если посмотреть на график, то видно, что примерно 2-летняя безрецидивная выживаемость в группе больных, которые получали неволумаб, составляет практически 50%. Колоссальная цифра. Причем подгрупповой анализ показал, что выигрыш в неволумабе, выигрыш безрецидивной выживаемости, имеют абсолютно все больные, независимо от гистотипа, будь то аденокарцинома, будь то плоскоклеточный рак. Экспрессия ПДЛ-1 на опухолевых клетках тоже не оказывала никакого влияния на эффективность. Единственная группа, у которых не было значимого улучшения безрецидивной выживаемости, это пациенты с опухолем в кардиозофигиальном соусте. Добавление, применение иммунотерапии оказалось достаточно эффективным, и при этом спектр токсичности был не слишком высокий. Частота осложнений была ничуть не выше, чем в группе плацебо, несмотря на то, что это больные достаточно интенсивно предлечены. Мы знаем о том, что больные раком пищевода после химио-лучевой терапии, после хирургического лечения, это весьма ослабленный контингент больных. Выбывшие пациенты в связи из протокола, из исследования в связи с токсичностью, в группе неволумаба их было несколько больше, 9%, нежели в группе плацебо их составило всего 3%. Ну, естественно, иммуноопосредственные осложнения, они были чаще в группе пациентов, получавших неволумаб, но эти все осложнения были преимущественно 1-2 степени. Осложнее 3-4 степени в группе неволумаба было не более 1%, это, как правило, были пульмониты и кожная токсичность. Хотя в группе пациентов, которые получали плацебо, по одному пациенту тоже отметили развитие кожной токсичности и развитие пульмонита. Экспертная оценка этого исследования показала, что одевантная терапия неволумабом обеспечила улучшение беспрогрессивной выживаемости по сравнению с группой плацебо у пациентов раком пищевода и кардиозофагиального соустья после предшествующей неодевантной химии, лучевой терапии и хирургического лечения, снизив риск рецидива на 30%, увеличив медиану выживаемости без прогрессирования в 2 раза 22 еще раз против 11 месяцев, и выигрыш был в большинстве групп независимо от гистотипа и уровня ПДЛ. И одевантная терапия неволумабом на сегодняшний день – это новый стандарт лечения пациентов с местно распространенным раком пищевода и кардиозофагиального соустья. Естественно, это не могло не найти своих отражений в наших современных рекомендациях. Новые обновленные рекомендации российского общества онкологов говорят о том, что больным этой когорты показана одевантная терапия неволумабом, и на сегодняшний день неволумаб включен в наши рекомендации. Если мы говорим о метастатическом раке пищевода и кардиозофагиального соустья, первая линия лекарственной терапии. Что мы знаем? Для аденокарцином – это принципы лечения рака желудка. Это используется платиновый дуплет, комбинация препаратов платина и вторпиримидинов. Для плоскоклеточного – это уже триплет с добавлением к этой комбинации препаратов токсанового ряда. Иммунотерапия, будь то пембролизумаб или неволумаб, используется в качестве второй линии терапии у пациентов только с плоскоклеточным гистотипом при наличии гиперэкспрессии ПДЛ по уровню СПС больше 10% для пембролизумаба и по уровню ТПС больше 1% для неволумаба. Так вот, в этом году на ЭСМО были доложены результаты исследований КИНОТ 590. Мне вдвойне приятно говорить об этом исследовании, поскольку наш центр непосредственно принимал участие в этом исследовании и мы лечили этих пациентов. Тоже достаточно большая когорта пациентов – 750 больных, неоперабельным метастатическим раком пищевода. То же самое и аденокарциномы, и плоскоклеточные гистотипы участвовали в исследовании, и больные кардиозофигиальной опухоли до уровня ЗИВЕРТ-1 с наличием гистотипа аденокарцинома. 73% – это были больные плоскоклеточным гистотипом. Рандомизация была в две группы. Это стандартный режим химиотерапии, платиновый дуплет, цисплатин и 5-фторурацил от 4 до 6 циклов в зависимости от переносимости, плюс-минус добавление пембролизумаба. Это слепое плацебо-контролируемое исследование. Лечение проводилось, как и положено, до прогрессирования либо неприемлемой токсичности, либо отзыва согласия. Основная цель – это оценка показателей беспрогрессивной выживаемости и общей выживаемости. Ступенчатый дизайн. Первое – надо было показать эффективность комбинации с пембролизумабом у пациентов с уровнем СПС больше 10, и далее при СПС больше 1 и на общей популяции пациентов. И что было показано? Было показано, что добавление пембролизумаба у пациентов плоскоклеточным раком пищевода при уровне СПС больше 10 достоверно увеличивает медиану общей выживаемости фактически 14 месяцев против 8,8 в группе только химиотерапии. Аналогичные данные были получены и в отношении общей когорты пациентов. В последующем комбинированный режим 12,6 медиана общей выживаемости против 9,8 в группе больных, которые получали только химиотерапию. Ну, извиняюсь, здесь нарушение слайда произошло. Но, конечно, добавление пембролизумаба не только увеличило выживаемость, но увеличило частоту объективного ответа с 29 до 45%. Токсичность тоже, конечно, она была несколько выше в группе комбинированной терапии, но разница была несущественная – 67 против 72%. В заключении этого исследования говорится о том, что добавление пембролизумаба к химиотерапии в сравнении только с химиотерапией у пациентов распространенным раком пищевода достоверно увеличивает показатели без рецидивной общей выживаемости и частоты объективного ответа. Поэтому комбинация пембролизумаб плюс химиотерапия – это новый стандарт терапии первой линии лекарственного лечения больных местно распространенным, нерезитабельным и метастатическим раком пищевода и кардиозофиального соусти. Аналогично рекомендации обновленной Российского общества онкологов говорят о том, что данная комбинация уже вошла в стандарты. В настоящее время производится одобрение этой комбинации для Ассоциации онкологов России. Метастатический рак желудка и кардиозофиального перехода – первая линия. Что мы знаем о метастатическом раке желудка? Ну, иммунотерапия при данной локализации до последнего времени занимала очень-очень скромное место. Только третья либо последующая линия – неволумаб, вне зависимости от экспрессии эпидель, пембролизумаб при уровне СПС больше единицы. Попытки так называемого прорыва пембролизумаба или авиалумаба во вторую, даже первую линию, они абсолютно не увенчались успехом. И на Ассоциации в этом году были представлены результаты сразу двух клинических исследований по оценке эффективности комбинации химиотерапии и неволумаба в качестве первой линии лекарственного лечения. Чекмейт – 649 и Тракшин – 4. Первое из этих исследований с огромной когортой больных, 1581 пациент, включались в исследование пациента ранения, получавшие лечение неоперабельным, распространенным или метастатическим раком желудка, кардиозофигального соусти, или сюда же включались пациенты с аденокарциномой пищевода. В удовлетворительном общем состоянии доминирующая масса – 70% – это больные раком желудка, кардиозофигальная соусти – 18% и 13% – это больные раком пищевода. Стандартный режим химиотерапии – ксилокс или фолфокс на выбор исследователей с добавлением неволумаба. И вторая группа – это пациенты, которые получали только химиотерапию. Также ступенчатый дизайн исследования – первоначально показать эффективность комбинации с неволумабом у пациентов при ПДЛ больше 5, в дальнейшем при ПДЛ больше 1 и на общей когорте больных. И что было показано? Было показано, что добавление неволумаба достоверно увеличивает медиану общей выживаемости при уровне СПС больше 5. Колоссальная медиана выживаемости – 14,4% против 11 месяцев в группе больных, которые получали только химиотерапию. Медиана без прогрессивной выживаемости тоже достоверно выше – 6 месяцев против 7,7% в группе комбинированного режима. Добавление неволумаба практически на 30% снижало риск прогрессирования и риск смерти. В отношении пациентов с уровнем СПС больше 1 также показано преимущество комбинированного режима – 14 месяцев против 1 месяца. И в отношении пациентов общей когорты больных, то есть с нулевым уровнем СПС, также было показано преимущество комбинации химиотерапии и неволумаба. Конечно же, частота объективного ответа также была достоверно выше в группе комбинированного режима – 60% против 45% в группе только химиотерапии. Частота осложнений была выше в группе больных, которые получали комбинацию. Она увеличилась с 44% до 59% – это токсичность третьей-четвертой степени. А прекращение терапии, связанной с токсичностью, в группе только химиотерапии – это 9%, и в группе комбинированного режима в 2 раза выше – это практически 17%. Были летальные исходы, связанные они были в основном с гематологической токсичностью, с развитием пневмонии, пульмонитов, септических шоков. А в группе химиотерапии – это, как правило, диарея, тромбоэмболия и интерстициальная пневмония. Результаты этого исследования привели к выводу о том, что комбинация неволумаба и химиотерапии может стать на сегодняшний день новым потенциальным стандартом первой линии терапии пациентов с метастатическим раком желудка и кардиоизофагиального перехода. Эталонная общая выживаемость, как была она названа, медиана выживаемости при комбинированном режиме, еще раз обращаю ваше внимание, 14,4 месяца. Точно так же это уже нашло свое отражение в наших современных рекомендациях российского общества онкологов. И на сегодняшний день комбинация химиотерапии кселокс или фолфокс в сочетании с неволумабом при уровне СПС больше 5 является новым стандартным первой линией терапии рака желудка. Ну и исследование Тракшн-4 в меньшей степени мне бы хотелось на нем останавливаться, но поскольку это исследование было выполнено сугубо на азиатской когорте пациентов, но тем не менее это исследование также подтвердило, что добавление неволумаба увеличивает медиану беспрогрессивной выживаемости, увеличивает частоту объективного ответа, хотя по результатам этого исследования медиана общей выживаемости была не выше. И в заключении мне бы хотелось сказать о том, что да, действительно, 2020 год это исторический год для подбора терапии больных, страдающих раком пищевода и раком желудка. И новая рекомендация на сегодняшний день выглядит именно так. Операбельный рак пищевода, один год адевантной терапии неволумабом у пациентов, получавших предоперационную химиолучевую терапию и хирургическое лечение, и не достигнут полный патоморфоз. Первая линия метастатического рака пищевода – плоскоклеточный рак при уровне ПДЛ по СПС больше 10 – это пембролизумаб, цесплатин и фторороцил, аденокарциномы, СПС больше 5 – это неволумаб и стандартный блок химиотерапии. Вторая линия терапии метастатического рака пищевода – СПС больше 10 – это пембролизумаб, ТПС больше 1 – это неволумаб. Метастатический рак желудка при уровне СПС больше 5 стандартным является комбинация неволумаба и стандартного дуплета химиотерапии. Третья и последующая линия метастатического рака желудка – это назначение пембролизумаба при СПС больше 1 и ПДЛ вне зависимости от уровня экспрессии ПДЛ. Благодарю за внимание.